Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем новую рубрику, новый проект Украинской хоккейной лиги. Мы будем общаться с игроками, которые выступают в клубах, которые сегодня участвуют в чемпионате Украины. И нам в этом будет помогать замечательный торгово-развитебный комплекс «Центр Терминал». Здесь мы будем общаться с нашими хоккеистами и героем нашего первого выпуска. Сегодня будет капитан Белосурковского от Белого Барса Руслан Ромашенко. Руслан, привет! Привет! Сегодня мы начинаем новый проект Украинской хоккейной лиги. Будем поочередно общаться с представителями каждого клуба, который играет в чемпионате Украины. Вот ты у нас сегодня первый проход за дебютант. Как у тебя настроение? Отлично! Все это немного поднимает настроение. Немного отвлекаясь от тренировочного процесса, есть какой-то в этом позитив, так сказать. Приходилось уже когда-либо участвовать в чем-то подобном? Или просто открывать какой-то новый проект, чтобы стартовать? Ну, такого рода, так сказать, не было. Но много было моментов, когда и по школам я ездил, и еще куда-то приглашали. А такое вот, когда прям много камер, для меня это, так сказать, что-то новое. Давай тогда начнем с самого начала. Новым для тебя, наверное, когда-то в свою очередь был хоккей. Вот если заглянуть с самого начала твоей карьеры, всегда очень интересно узнать, вот сейчас ты капитан Белого Барса, лидер команды, как вообще появилась идея, кто первый тебя привел в хоккей. Это всегда очень интересный такой момент, что ты расскажешь о себе. Как я попал в хоккей, начну с этого. Сам я воспитанник Харьковской школы «Дружба-78». На то время проводилась такая селекция, тренера ходили по школам и выбирали людей, которые хорошо учатся, дисциплинированные, хорошо играют в футбол. В принципе, как бы по футболу и происходил весь этот отбор. Это какие годы? Это был первый класс в школе, мне было 7 лет. Сколько там? Какой там год был? И как-то вот классный руководитель тогда посоветовал меня. И мы тогда выходили на улицу, все школы собирали, и мы играли в футбол. А на то время, как бы я с трех лет играю в футбол, люблю очень этот вид спорта. И попал в меня, выбрали одного из школы. И так как-то говорили, будет футбол, будем на коньках учиться. Но больше делался акцент на футбол. Так как мне это все нравилось, мне это так привлекло внимание. И как-то все так закрутилось, завертелось. Футбол отходил на второй этап, так сказать. Учили кататься на коньках. И вот так вот все вот завертелось, сокружилось. И меня это втянуло, и очень сильно понравилось. То есть ни родители, ни мама, ни папа меня никто в хоккей не приводил. Помнишь свою первую экипировку? Что это, может, какая-то фирма была, или какие-то коньки, может, до сих пор ты их там где-то хранишь на память? Ну, если честно, из всего этого запомнились только старые шлема. Еще такие опер были. Такие, они назывались космонавты. А почему? Они такие были здоровы. Так у космонавта шлем, они такие очень небольшие. Вот эти шлема, старые коньки, еще там тоже там PCM, клюшки еще деревянные, из бамбука клюшки. Ну, очень много всего интересного можно вспомнить. Если сравнивать вот нынешнюю свою экипировку и тогда, это, наверное, небо и земля, да? Знаете, как некоторые говорят, когда они смотрят на наши клюшки, там, когда у нас что-то не получается. Знаете, как они всегда говорят? Мы в свое время деревянными клюшками, а вы не можете клюшками, там, за 200 или за 300 долларов что-то сделать. Я, кажется, догадываюсь, про какого тренера идет речь. Конечно, это небо и земля. Как в итоге ты стал уже профессиональным хоккеистом? Какой был твой вот этот переход из, так сказать, любителей в профессионалы? На то время не совсем такие профессиональные контракты были, но уже на то время, когда мне еще не было 18 лет, уже подписывались первые бумажки, что я могу играть в этом чемпионате, как бы, я еще как бы молодой, ну, несовершеннолетний. То есть, есть там всякие свои нюансы, подписывали родители бумажки и такой небольшой контракт, что я являюсь игроком этого клуба. Там какие-то уже даже первые деньги были. Вот. Вот же интересный момент. Первые деньги. Какая была первая зарплата твоя, как хоккеиста? Да, на то время, ну, я не помню, нам, не то, что там это было зарплаты, как сейчас платят, ну, помесячно, это просто были там за игру какие-то там 200-300 гривен, ну, все равно это были деньги, как это уже свои деньги, когда ты не берешь у родителей. На то время это были достаточно еще большие деньги. Это доллар покажет? Да, да, это были нормальные деньги, там, 200-300-500 гривен. Ты ходил и радовался этим деньгам. В зависимости от соперников или, может, какие-то премиальные, там, забросил, не забросил, шайб был? Ну, на то время еще не было забросил, не забросил, но премиальные тоже были, я не помню, но за каждую игру просто отдавалась определенная сумма. И так, каждый там, каждую игру. И всю вот эту вот свою, так сказать, юность хоккейную ты уже основательно был нападающим? Нельзя сказать, что я был сразу центральным нападающим, но всю жизнь, как я только начал, я сразу был нападающим, да. Никаких вратарских замашек там или проиграть в защите? Вратарские замашки были у меня еще в детстве, когда я там об диван мячиком резиновым бросал, мне было интересно вратарь, но когда я выходил на лед, это, я думал, вратарь, пусть там ловят шайбочкой, я лучше им буду забивать. Твой следующий шаг после сумских воронов? После сумских ворон я поехал, меня пригласили в Донбасс. Я проходил сборы с Донбассом, первый там месяц-два я на сборах с ними был, потом еще месяц в чемпионате. И после Донбасса меня отправили в аренду еще там несколько молодых, там целую пятерку, по-моему, в Вильнюсской Гэдамаке на то время было. А просмотр в Донбассе это был уже на базе молодой гвардии? Нет, Донбасс это еще не было молодой гвардии, Донбасс это был Донбасс. Тогда на то время еще сборы проводили Майко Николай Александрович. Учитывая то, как стремительно хоккейный клуб Донбасс там вошел в историю украинского хоккея, то какие цели и задачи там перед собой всегда ставила команда, ты, наверное, тоже почувствовал, да, эту атмосферу, этот уровень. Захотелось как-то проявить себя, чтобы попасть в этот клуб, закрепиться или рассматривал любые варианты продолжения карьеры? На то время все-таки Донбасс уже был именитым клубом и приглашение своего рода такой команды, но уже являлось каким-то толчком, который, я думаю, любой бы хоккеист отправился бы даже не думая в этот клуб. Я прошел сборы, задачи там всегда, как и по сей день, самые высокие. Было очень тяжело, большая степень ответственности, всегда ложится, переживаешь, возьмут, тебя не возьмут, но могу сказать, что это очень сильная такая ответственность была передо мной. В психологическом плане было тяжело тебе, когда вот все-таки летит? Да, психологически не так, ну, нельзя сказать, что тяжело, просто были какие-то переживания, потому что ты, по сути, всегда играл в детском чемпионате, и для тебя уже ты переходишь в другой профессиональный клуб, где уже взрослые, так сказать, дядьки играют. Ну и плюс не дома играют. Плюс, плюс уже, да, ты уже не дома, уже сборы где-то проходишь совсем в другом городе, там, в другой стране, и ты смотришь и тренируешься там с такими ребятами, которыми сюда только по телевизору смотрел, даже, ну, и не мог представить, что ты будешь тренироваться с ними. После сезона, когда я отыграл в Айдамаках в аренде, меня пригласили в компаньон. Я отыграл за компаньон, когда еще Севхан был тренером. Мы тогда заняли серебряные медали, тогда мы проиграли, кстати, финал у Донбасса, она еще в дружбе в Донецке. Только вот после компаньона меня уже позвали в Донбасс, ну, в молодую лардию. Как ты воспринял такой вызов? Так как, я просто помню, что закончилась тренировка, уже был конец сезона, уже мы отыграли, уже вернулись в Донецк, обыкновенная была тренировка, я вышел, ехал домой и... Тренировка в Киеве? А? В Киеве тренировка. Да, на ТЭКе. Просто шел по улице, смотрю, Гаданюк, Александр Альберик звонит. Я думаю, ну, мало ли, что он звонит. И сказал, что такой будет проект, ну, в хоккейном клубе «Анабаз» будет молодежная хоккейная команда, которая будет выступать по МХЛ, и он будет являться главным тренером. Мне предложили, ну, как бы, поехать туда, пройти просмотр. Ну, я, если честно, особо духа и не думал. Для каждого хоккеиста честь поиграть, ну, по МХЛ, там, где все-таки МХЛ, ВХЛ, КХЛ, какой-то есть рост в этом, да. И я особо долго не думал, позвонил родителям, и там буквально через 10 минут я уже согласился. Ты в кратчайшие сроки стал капитаном команды? Да, у нас на каждом турнире, на котором мы играли, и там Ступино, и мы играли в Белгороде на турнире, на каждый турнир был свой капитан. И просто так получилось, что один турнир сыграли, второй, и так приняли, что, ну, как бы, я остаюсь капитаном. Расскажи про уровень организации, про жизнь команды, вот, Молодая Гвардия. Насколько там было точно так же сладко, как рассказывают другие хоккеисты про другие команды этого клуба Донецкого? Если честно, да, действительно было сладко. На то время, можно так сказать, в Молодой Гвардии были одни из самых лучших условий из всех команд. И сколько там, их 60, там их два дивизиона. У нас были самые лучшие условия, так сказать. Мы с ребятами же там знакомимся, общаемся, и все говорили, что, ну, таких условий, как в Молодой Гвардии, мало у кого было. Даже можно на единицах, можно пересчитать там СКА, там, или еще кто-то. Вот, если конкретно взять, например, три какие-нибудь вещи, которые тебя прям поразили. Во-первых, все по организации. Когда ты приходишь на лед, уходишь, тебя отвозят, привозят, питание, у тебя одежда есть, то есть следят за этим. Все организовано. Это первое. Второе. Мы очень часто находились вот с первой командой. Мы тренировались и на текстильщике, и на дружбе. То есть тренируется первая команда, у нас рядом развивалка с первой командой. То есть они за нами смотрят, мы за нами смотрим. Как-то все там что-то подсказывают. Это такой, так сказать, опыт. Не каждый раз посмотришь на таких звезд, которые на то время играли в Донбассе, которые сейчас играют и в НХЛ, и в других клубах КХЛ. Это два. Ну и сама обстановка, я думал, мало с какими командами можно сравниваться, и болельщики. Как завершилась вот эта вот история с молодой гвардией? Знаем мы, в принципе, в связи с печальными событиями в нашей стране она завершилась. Но как это воспринималось внутри команды? Как ты об этом узнал? Это все завершилось уже по окончанию сезона. Некоторые ребята уже уехали в Россию. Некоторые еще тренировались. Я на то время еще приезжал в Донецк. И как бы все это произошло. Все, грубо говоря, были в шоке, потому что очень много ребят из других городов, которые не близко, там Уфа, там, ну и много всего. Такой был своего рода шок, потому что некоторые ребята там и на два года подписывали, и на три года. Тем более там, помимо МХЛ уже собирались сделать ВХЛ выше в хоккейную лигу. То есть некоторых ребят приглашали и в КХЛ, и забирали уже выше. Поэтому эта новость, ну, все, грубо говоря, так шокировало. И есть ребята, которые играли в молодой гвардии, которые закончили просто, ну, с окина карьеры. И их таких, ну, человек, ну, человек пять есть точно. А ты до какого периода примерно ездил в Донецк? До какого периода, вот, пока там уже не начались прям активные боевые действия? Я не помню точное время, когда это произошло. А, 13-14 год? Вот, я имел, да, я помню, я не помню, какой это был месяц. Помню единственное, что я приехал в Донецк, и на следующий день подожгли арену. В этот день. И буквально там через дня два-три начались обстрелы уже в аэропорту. Мне нужно было уезжать уже домой, и я просто еще день-два сидел дома, и потом, так сказать, со слезами на глазах, когда сердце там уже 200 бьется, покидал, ну, это Донецк, потому что там стреляют, и все, ну, это не передать словами. Родители, наверное, тоже за тебя переживали в тот момент? Да, переживали, конечно, но дело в том, что на тот момент нельзя было пользоваться сотовой связью, как говорили. И я уже, так сказать, созвонился, когда я уже сел в поезд, и уже отъехал на какое-то расстояние, сказал, что все нормально, но я еду. Руслан, ну, мы, когда готовились к интервью с тобой, также мониторили твои социальные сети, в частности, Инстаграм. Не очень много у тебя там публикаций пока что. Наверстаешь еще? Нечем наверстывать. Чего? Все хоккейные у меня фотографии есть, нет, мало фотографий, где я сам фотографирую, селфи я особо не люблю, а так папарацци за мной особо не бегать, не могу фото не бегать, где я без формы. Но, думаю, будет все нормально. Была какая-то интересная публикация у тебя недавно, где ты в роли парикмахера выступал? Это хоккеист тоже, до 2005 года рождения, которого я сам, ну, иногда подкатываю, самого тренирую, слежу за ним, этот человек симпатичен, я свой опыт передаю ему, мне это нравится, и иногда там в шуточных каких-то моментах, когда мы там отдыхаем уже после тренировок, я могу что-то там пошутить. В данном случае, в данной фотографии, я пошутил на прическе, и вроде так, ничего так получилось. Ну, то есть, грубо говоря, твой персональный воспитанник? Я познакомился с ним этим летом, как-то так вот все завертелось, закружилось, подружились с ним, с его родителями, как-то мы стали, ну, нашли друг друга, нам комфортно, и как-то так все пошло-поехало, и теперь, так сказать, свой опыт передаю ему. Ну, в общем, у тебя детский хоккей начинался с одних тренеров, а у кого-то начинается с тебя. У кого-то начинается с меня, да, совершенно верно. Слушай, ну, не могу тебе не задать этот вопрос, очень часто болельщики там подписывают и под фотографиями, и под прочим. Вот, касательно травмоопасности хоккея и, в частности, твоей замечательной улыбки, насколько это проблемно? Вот знаем мы и Овечкин, да, там без зубов ездит. Ну, Овечкина один зуб, у меня три. С этим немножко попроблемней. Как ты сам к этому относишься? Честно, уже привык, это уже все воспринимается в шуточной форме. Если раньше, ну, кто-то меня не знал, как-то боялись, там, со стережением как-то смотрели, то сейчас это уже все переносится в шуточную форму, всем нравится. Мне уже самому даже нравится, не хочется вставлять. Но с точки зрения стоматологии, конечно, нужно вставлять, но это уже со временем, когда там закончу карьеру свою. Ну, а что касается все-таки такой неприятной темы, как травмы хоккейные, насколько вообще проблемно, знаешь, после какой-нибудь такой серьезной неприятной травмы потом заново заставляет себя выходить на лед. Есть эта проблема? Или она уже с опытом уходит? Была у меня такая проблема, когда я играл в молодую гвардию, получился трясение мозга. Я пролежал 2 месяца в больнице, и как-то после этого, ну, тяжело находить себе силы, это все как-то наверстывать. Ну, любовь к хоккею, оно как-то, когда все тебя поддерживают, все тебя как-то переживают за тебя, но ты не имеешь права просто расслабляться, находишь в этом силы себя заставлять и работать. Недавно у тебя был сломан нос, очень жесткая травма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там серьезно, серьезно, травма у Руслана Ромашенко, просто полулас и кровь. И после этого ты выходил на ряд в защитной маске, как сейчас, все в порядке уже? Да нет, не все в порядке, сломали нос, не дышу ни одной ноздрёй, перешел на капли, которым 25 лет я не пользовался, сейчас приходится каждый день по два раза пшикать. Ну, всегда что-то случается, всегда все хорошо быть не может, тем более в нашем виде спорта. Возобновление вот этого чемпионата Украины, сезон 15-16. Расскажи, как ты воспринял новость о том, что возвращается хоккейный клуб Нонбасс на арену, так сказать, в формате основной команды? Как все это происходило? Как собиралась команда? Я воспринял это с улыбкой, с хорошим настроением, но в то же время понимаю, что идет война, в этом городе, буквально там 60 километров, и были некие сомнения, потому что все-таки клуб создается с нуля, плюс еще в зоне боевых действий, как это все должно было происходить, но у многих хоккейстов, которые там играли, и которых прорушали, просто не укладывалось в голове. Но ты просто понимал, что Донбасс это все-таки был бренд какой-то, и то, что они всегда говорят, они как бы это делают, и степень какой-то ответственности была, и доверие какое-то тоже было. Можно было верить, и спокойно, не спокойно, но ехать с каким-то таким переживаниями и волнениями. Давай вернемся уже к современному нашему чемпионату Украины. Сейчас ты капитан одного из лидеров сезона, Белый Барс. Как тебе играется в этой команде? Может быть, пару слов о главном тренере, который, наверное, один из самых прогрессивных наших специалистов, который, по крайней мере, показывает действительно рост своих хоккеистов от сезона к сезону. И ты там, помимо того, что капитан один из самых опытных, такой вожак, как тебе работает в этой команде? Кидок! Гол! 2-4! 2-4! Надія живет! На камеру поехал Руслан Ромашченко. Святкувати. Это взятка в рейт. Капитан Белого Барсу. Отлично работает. Я уже второй год здесь. Работается замечательно. Можно, если честно говорить, на эту тему можно говорить сутками, но таких людей, как Константин Ильич, еще нужно поискать, которые не только говорят, как нужно делать, но и при этом показывают, всегда переживают, что-то где-то новое скажут. Поэтому, ну, у меня только отличные какие-то эмоции. Какой твой прогноз на этот сезон? В плане моей команды? В плане твоей команды, в плане твоей карьеры. Ну, и вот, да, следующий вопрос, каким ты себя видишь через несколько лет, где? Может быть, развитие, останешься в нашем чемпионате, может, развитие куда-то дальше? В следующем году я буду в Анхелл горать. Так, хорошо. За какую команду? Уже есть предложение. Я думаю, Монреаль канадженс поеду, там посмотрим. Как-то они не очень уверены в последнее время. Так, ну, я же говорю, они сейчас немного, что у них спад идет, да, надо немножко, ну, подтягивать ребят. Так, хорошо. Чтобы немного распустились они. А если вне PlayStation? Если вне PlayStation, то на Xbox можно, в принципе, попробовать. Ну, а какие планы могут? Вы сами видите, что очень много молодежи в этом чемпионате, которые, о которых, по сути, еще в прошлом году никто не знал. И в этом году они уже играют и в юниорсах, и в молодежных сборных. Чемпионат растет. Чемпионат очень сильно интересный. Очень много смотрят людей, не только в Украине, но и в разных других странах. Там, не то, не важно, там, Украина, Россия, и везде смотрят. И не хочу делать какие-то прогнозы, но могу просто сказать, что очень интересно. Ну, нужно смотреть хоккей. Не важно, кто бы там играл. Донбасс там, или Белый Барс, либо там будут играть Волки, и там еще кто-то. Ну что ж, друзья, у нас есть вот такая замечательная шайба, фирменная шайба Украинской хоккейной лиги. Сейчас Руслан Ромашенко оставит на ней свой автограф, и мы ее обязательно потом разыграем. Обычно ты ее в ворота соперника забрасываешь, но сейчас немножко украсишь, и будет она у нас такой сувенирной. Вот такой замечательный веселый автограф с двух сторон на этой шайбе от Руслана Ромашенко. Обязательно следите за обновлениями в социальных сетях Украинской хоккейной лиги и узнать, как ее можно будет выиграть. Что ж, Руслан, ну, тебе на этом большое спасибо. И тебе спасибо. Приятно с тобой пообщаться. Успехов тебе на льду и ждем еще в гости. Спасибо.